Этот дружелюбный пёс не просто домашний любимец, а настоящий сотрудник полиции. Зарплату получает лакомствами. Собаки трудятся в кинологической службе и у каждой из них есть свои таланты. Если на вид собачка добродушная, это не значит, что она такая и есть. Будьте внимательны, служебные собаки, они очень хорошо обученные. Обученные животные никогда не тронут обычного человека. Дружелюбно относятся к детям, но вот с правонарушителями, пытающимися сбежать, разговор короткий. Об особенностях кинологической службы сегодня полицейские рассказали детям во Всероссийском центре смена на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией. Псы помогают сотрудникам службы раскрывать преступления, связанные в том числе с незаконным оборотом наркотиков. Главный инструмент этих овчарок – нос. Псы способны учуять запрещенные вещества и взрывчатку, указав на опасный предмет полицейскому. Если ищейка обнаружила нечто подозрительное, она замирает на месте. Вот видите, собачка у нас неподвижно фиксируется. Вот, молодец. Вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот. Снимаем. То есть, понятно, да? То есть, от этого запаса собаку нету травы. Что запомнишь? Ну, как собаки выступали и искали взрывчатки. После показательных выступлений специалисты провели для ребят психологическую игру. Зависимость от веществ олицетворяла тяжелая стопка блокнотов. Задача – избавиться от нее, не совершая ни единого движения. С загадкой дети справились всего за пару минут. Ага, хорошо, молодцы. Очень быстро справились с заданием. Прибегая к ярким метафорам и сюжету мультфильма, медики рассказали детям, как формируются зависимости и к чему может привести употребление наркотиков. Ребята сошлись во мнении – лучше вообще не пробовать запрещенные вещества. Это очень интересно. Могли рассказать более нудно, но подошли с той стороны, с которой детям будет более интересно. Поэтому очень круто. Мы готовим мероприятия так, чтобы молодежи было интересно. Дети не просто сидели, засыпали на лекции, а именно участвовали в этом во всем и понимали свою причастность к борьбе с наркоманией. Мы понимали, что здоровый образ жизни – это здорово, что жить без зависимости – это очень замечательно. И можно получать драйв, как они говорят, от жизни. Получить все, что дает нам жизнь, все возможности использовать. В мероприятии приняли участие более ста ребят. В завершении они создали свои антинаркотические проекты. И лучшие команды были награждены памятными призами и благодарственными письмами. Никита Васюхин, Ксения Сипко, Антон Чистяков. Анапа. Регион.